Итак, всем привет, друзья! У нас, как всегда, тесты, как вы любите. И в этот раз у нас будут тесты аккумуляторов. Как вы знаете, мы имеем свой интернет-магазин Автоднк. И параллельно мы проверяем все детали и рассказываем вам, какие детали лучше устанавливать, а какие нет. Ну и делаем рейтинги. Вот совсем недавно у нас вышел тест колодок в лаборатории Цитрон, тест воздушных фильтров, тест масляных фильтров. И сейчас мы планируем тест свечей зажигания. У нас есть специальный прибор, который называется SMC-100, на котором мы уже делали несколько выпусков. И проверим теперь иридиевые свечи. Но сегодня в этом выпуске я специально для него приобрел прибор такой, который называется iCarTool, который замеряет пусковой ток на аккумуляторах. Вообще он замеряет всю электросистему в автомобиле, но нас интересует пусковой ток. К примеру, я хочу замерить пусковой ток и вообще состояние аккумулятора на бэушном аккумуляторе. Он установлен был раньше на моем RAV4. Сейчас он просто у нас используется для, ну просто аккумулятор для прибора, вот как раз по замеру свечей. Проверим, как вообще работает данный прибор. Здесь можно измерять аккумулятор мотоцикла, автомобиля легкового и грузовика. Рисует он графики. Тест зарядки можно делать, тест запуска, печать, ну и просмотр. Нас интересует аккумулятор для легкового автомобиля. Ставим мы положение легкового автомобиля. Он у нас проверяется вне автомобиля. Стандартный аккумулятор. Смотрим по пусковому току. У нас заявлен здесь по CCA. Это азиатский стандарт. 320 пусковой ток по CCA. Выбираем 320. Так, и нажимаем ОК. И теперь у нас прибор начинает проверять данный аккумулятор. Пишет, что аккумулятор у нас уже почти на 60% умер. Осталось от него 41%. Пишет заменить. Пусковой ток у нас 132 ампера. И при заявлении 320 это говорит о том, что скорее всего данный аккумулятор уже не запустит автомобиль. То есть пусковой ток у него не хватит. И таким образом мы сегодня будем замерять новые аккумуляторы. Как они себя покажут. При всем при том, что у нас интернет-магазин АвтоДНК занимается автозапчастями, у нас нет аккумуляторов. Мы берем все наши приборы. Прибор, который замеряет пусковой ток, нагрузочную вилку. И направляемся к людям, которые специализируются на аккумуляторах. Это у нас сеть магазинов Акумыч, которые располагаются только в Волгограде. Так что для других, конечно, городов это не интересно. Но в Волгоградске вы знаете, куда приезжать, если вам нужны аккумуляторы. Ребята специализируются и знают все об аккумуляторах. Поэтому все вопросы будем решать с ними. Пойдемте померяем те аккумуляторы, которые у них есть. Итак, мы сегодня испытаем аккумуляторы. Те, которые используются в большинстве автомобилей, это емкостью 60 Ач. И сравним его пусковой ток. У нас здесь сейчас есть аккумуляторы. Дмитрий, подскажи, вот у нас, значит, ты говорил о Борг. У нас здесь стоят южнокорейские аккумуляторы Рокет. Это оригинальные батареи. Вот, их я видел на Hyundai. И именно с завода. Это то, что стоит с завода. Также в премиальном сегменте стоят батарейки Borg Premium. Это Турция. Дальше Слоянский батареи TAP. ТАП, знакомые, да. ТАП, это то, что многие-многие знают. Из наших производителей есть линейка титанов. В разных вариантах, он эконома, до качественных, хороших батареи с более высоким ресурсом. Акомы в двух вариантах. Аком стандартного исполнения и Аком с технологией плюс ЕФБИ. Также представлены на Тюмени. И также есть батареи Fujita Quality. Да, это то, что делает Южная Корея под контролем Японии. Атака. Это Рязанский завод аккумуляторов. Это бюджетная батарея, скромная, хорошая. Ну, по-моему, даже по весу, да, чувствуется, что он чуть-чуть, естественно, да. Чуть-чуть меньше. Пластин, пластины потоньше. Это однозначно сказывается на ценнике и на ресурсе. Так, а где VARTA, где Bosch? VARTA, Bosch, это наша таска, это наш плач. То есть эти батарейки сейчас официальным путем в Россию не поставляются. Только с помощью параллельного импорта, но ее цена, при этом в варианте поставки, становится такой, что на полке эта батарея не конкурентна. Ну, то есть цена у нее настолько завышена получается. Абсолютно. В целом есть, все понятно? Ну, то есть порядка десяти разных видов аккумуляторов мы можем сравнить сейчас. Отлично, отлично. Итак, первый у нас аккумулятор ACOM 60 А, стандартный. Что ты вообще думаешь по поводу таких приборов, по поводу того, что они измеряют более корректно? Новая батарея, которая еще не работала, она не полностью будет показывать корректные характеристики. Но, опять же, внутреннее сопротивление и пусковой ток, он же какой-то показывает? Да, да. Опять же, у плохих аккумуляторов он меньше? Однозначно, относительные, вот относительные сравнительные показатели будут четко видны. Более слабые. Сравнительные, да. То есть у нас все аккумуляторы находятся в одних и тех же условиях, они заряжены полностью. Сейчас, кстати, мы посмотрим, да, как они заряжены. Разницу будет видно однозначно. Разницу будет видно. Первый, значит, у нас ACOM 60. Так, вне автомобиля. Выбираем пусковой ток, который заявлен. У нас здесь 540, да. Окей, подождите. Чик, хорошее КБ. В итоге, значит, он заявлен у нас 540, и он выдает 484. При том, что, значит, 12,7, он показывает заряд. Уровень заряженности почти 100%, да. Почти 100%, но 12,7, опять же, не 12,8. Не 12,8. Ну и сопротивление. Давай распечатаем и посмотрим, что покажут следующие. Проверяем нагрузочной вилкой. Даем нагрузку 3 секунды. Напряжение не должно упасть ниже 10 вольт. Отлично. Плюс EFB, то есть, типа, новая технология, как мы уже сейчас проговорили, да, что это, возможно, не EFB как таковой, но, то есть, что-то они улучшили. Пусковой здесь уже ток 600 ампер, то есть, он чуть-чуть повыше, и сейчас мы как раз и узнаем, что он покажет. 12,7,6, на 100% заряжены. Показал 626 кускового тока. Даю нагрузку. Отлично. Вот, пошло все. Борг. Это что у нас, напомни? Это Турция. Турция. Батарея тяжелая с формулой пластинок 6 на 7. 6 на 7, это что значит? 7 положительных, 6 отрицательных. Вот так, а о чем говорит? На одну пластину больше. На одну пластину больше, на положительных, 7 отрицательных. Премиум вообще 7 на 7. 13, опять же, 13,5 он показывает заряжены. Заряжены. То есть, даже перезаряжены, но на 88% у него он живой. То есть, и показал 544. 544. Чуть меньше, как будто бы. Ну, для толстых пластин нормально, то есть, та же борт Бош и Варта, они показывают порядка 540. Борг нагрузочной вилкой 11,6. Он под нагрузкой держит напряжение выше. На восстановление надо. Ну, вот, 13, да, пошло. То есть, он восстанавливается постепенно. Так, так. Это у нас Рокет. Саи 520. По иену 490. Да. То есть, такое вот это, поменьше пускового тока. Ну, посмотрим, что покажет. Пусковой меньше, но ресурс у них высокий очень. Ресурс высокий, да? Рокеты ходят, да, с завода ходят порядка 8 лет. Хорошая КБ. Показал, значит, 474. Чуть-чуть ниже, да, чем заявлено. 490 заявлено. Меньше 12,5 у него заряженность. Он сейчас пишет. Так, хорошо. Печатаем. При нагрузке у Рокета напряжение 10,8. Ниже, чем у других. Просаживается на одну... Ну, понятно, да, вот 12,4, да. Сейчас еще. Поэтому небольшая разница в заряженности, она всегда присутствует. Но главное, что батарейки не опускаются ниже, чем до 12,5. Это недопустимо. Иначе начинается сульфатация и... А, вот так, то есть, я понял. Батарея, которая хранится без сопровождения, она потихонечку, необратимо утрачивает функционал. Да, умирает. Поэтому обязательно раз в какое-то время сотрудник проходит, замеряет, просматривает. Если батареечка опустилась до 12,6 вольт, она встает на зарядку, приподнимается и обратно на полку. Чтобы она не окислялась и чтобы заряд, запас мощности ее и емкости не... Конечно, да. В разряженном состоянии батарея подвергается сульфатации и теряет свои характеристики. То есть, ниже 12,5 это считается уже разряженным. Да. Это уже критично. Поэтому мы следим за этим очень четко. Все, отлично. Вот это хорошо. Это очень... Абсолютно, это больше того, это одна и та же батарея. Это просто разная. Совершенно так же, как Bosch и Warth. Это одна и та же батарея в разном имени. Показывает он, значит, 559 при 12,5 у него. 559. Угу. Ну, пишет хорошее КБ, опять же, 93% он сейчас выдает. Ну, да. То есть, пусковой на данный момент соответствует и уровню заряда. Если его чуть-чуть подзарядить, да, он восстановит пусковые снова до своих заявок. Угу. Тап-нагрузка... Тап-напряжение при нагрузке 10,5. Так как у нас титаны представлены в трех вариациях, проверим все три. 490. Значит, он 510, ну, в целом близко. 12,68. Ну, 12,7 практически. Ну, почти 100%. А почему сопротивление, допустим, вот здесь у него больше? 5,4, а у каких-то там 4,8 было? А чем бюджетнее батарея, чем проще батарея, тем выше у нее внутреннее сопротивление. Тем выше. Чем качественнее батарея, тем ниже. Ниже, да, вот так вот. И чем выше емкость. Чем выше емкость, чем выше показатели, тем ниже внутреннее батарею. И чем глубже разряженная батарея, тем выше. Выше сопротивление. То есть, чем хуже батарея, тем больше разряженная, тем выше сопротивление у нее. Вот так вот, да. У Титан Классик напряжение при нагрузке 11,1. отлично и минус погнали 12 6 и 517 значит у нас при 550 заявленных неплохо все так и даем нагрузку 11 1 отлично и не падает есть 12 7 заряжена 585 он выдает целом неплохо да там на 15 ампер он меньше чуть нагрузка 11 2 отлично отлично пошел восстанавливать у нас по сисей заявлено а есть какая-то таблица по иенам чтобы у нас все в одном 515 515 то есть у нас в переводе с таблицы на ели да по сисей так проверяем есть 12 9 он даже заряженный 515 562 а давай попробуем сейчас давай два сделаем по и по сисей сейчас я замерю так сисей у нас на 540 540 пробуем так это 40 и выдает по сисей что 12 все равно больше все равно больше ну да он такой перезаряженный прям 11 и 3 2 чуть-чуть падает тюмень еще девственные вот клеммы еще никто не трогал даже 12 7 хорошо заряжен 550 545 показывает целом неплохо до 99 процентов он заряжен отлично да 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 и это супер бюджет заявленным пусковым током 500 4 700 до самый дешевый из всех 319 ну как и как и предполагалось да то есть заряженность у него 12 5 правильно заряженность заряженность уровень заряда до уровня заряда 157 да и 13 300 319 совсем мало вообще написано заменить я что-то не обратил внимание заменить он сейчас на 64 процента годный при 12 6 заряд это вот бюджетные батареи которые недорого стоит скажут что нам с приборами ходить что ли магазин испытываю 12 5 даю нагрузку 3 секунды ну 10 6 слушай 10 6 держит не падает да ну опять же в теплое время года сколько вообще пускового тока нужно для запуска автомобиля ну плюс плюс 20 допустим 12 киловатта стартер получается 1 2 не 0 0 8 1 киловатт 0 8 киловатт 0 7 киловатт вот для обычных машин для двигателей там двух поэтому то есть по и летом предприятие он будет крутить прекрасно то есть 300 его 3 сколько там 319 он дал и это нормально для него а так если он стареть он будет намного быстрее чем более качественный аккумулятор здесь потоньше пластины похуже литье поэтому запас мощности с вами не столько мощности сколько ресурс вот именно скорость деградации характеристика аккумулятора она вот тут бюджетных серий конечно намного итоге что за что 5 что и получает ну мы всем об этом говорим если посчитать стоимость аккумулятора на срок его эксплуатации пересчете на год более дорогие аккумуляторы получаются дешевле то есть если мы смотрим вот именно на эту батарею которая стоит более чем 400 тысяч рублей и средний срок службы порядка двух лет мы получаем что вот это конкретно батарея стоит ну по сути 2 300 в год если мы берем аккумулятор который тот же в худжито quality который стоит 10 тысяч рублей он служит порядка там 7-8 лет мы получаем полторы тысячи за год но так и акция и лазить в него не надо то есть если за этой батареи необходимо постоянно следить постоянные у нас полгода то и чаще открывать подливать потому что все бюджетные батареи они отличаются увеличенным расходом воды соответственно более дорогие поставил забыл за постоянно открывается дешевле и в итоге это дешевле вот такой парадокс дешевые вещи дороже ну как бы это известно известно вот кстати по поводу индекса годового индекса я не задумывался об этом а ведь действительно получается что дорогие аккумуляторы выходят каждый год дешевле либо ты вот таких купишь каждые три года мало того два года вы покупали маешься обслуживаешь его ты рискуешь где-то зимой в мороз не дополучить величину пускового тока не завестись ты получаешь риск если пропустил момент обслуживания получить летом выкипание батареи также выходы и строить постоянно какой-то риск этот риск стоит дороже все правильно да можно встать потом и не завести не запуститься в качестве выводов я расположил все аккумуляторы по ценовому сегменту от самого дешевого это атака 4 700 и самый дорогой это фуджито 10 650 средний ценовой сегмент этот тюмень титан классика я ком и титан стандарт и дальше уже от акома и и плюс идет уже цена 7 800 и выше из дешевого ценового сегмента атака конечно фактически заявлены пусковой ток очень плохой и напряжение при нагрузке плохое не рекомендую к покупке на постоянку из среднего ценового сегмента я бы хотел выделить тюмень он показал отличные результаты по пусковому току и напряжение при нагрузке у него 11 и при том при всем он самый дешевый из этого ценового сегмента 5 950 до 6000 далее у нас титан классик всего пусковым током 490 и напряжение 11 1 следующая из дорогого сегмента конечно фуджито показывает себя отлично цена у него 10 650 и как мы уже проговорили у него ресурс больше десяти лет а ком ефб плюс показал фактически больше пускового тока и напряжение при нагрузке отличная титан евро стандарт тоже показал отличные результаты что касаемо аккумулятором rocket он показал результаты не очень хотя аккумуляторы которые идут с завода на hyundai kia показывают хорошие результаты и ресурс у него большой борг не показывает свои заявленные характеристики гораздо ниже уже идет 544 причем на всех аккумуляторах которые мы замеряли фирмы борг и этап показал себя очень плохо с фактической с фактическим пусковым током 559 и напряжение при нагрузке 10 и 6 вот такие у нас результаты какой аккумулятор выбрать вы решите самостоятельно и так друзья аккумуляторы проверены пишите в комментариях какие вас еще интересуют бренды какие вас интересует аккумулятор может быть сотый проверить может быть маленькие там 50 но прибор в любом случае мне понравился он остается у меня и еще будут выпуски о проверке электросистема в автомобиле и проверки аккумуляторов так что жду вас в комментариях пишите что вы думаете о данном тесте и какие аккумуляторы еще замерить всем спасибо что смотрели подписывайтесь на канал заглядывайте к нам интернет-магазин авто днк будьте добры на дорогах всем пока пока